Всем привет, с вами Priya. Сегодня очень интересное видео на самом деле. Очень надеюсь на это, по крайней мере. Сегодня у меня наконец-таки пришла посылочка из одного очень хорошего человека. И сегодня мы строим эту прекрасную посылку, которую я ждал уже, наверное, около шести месяцев. Пришла от 30-го числа, и только в текущий момент мне удалось ее забрать. Ну что ж, начнем вскрытие. Буду пользоваться самым обычным ножиком, который вы могли очень часто видеть на стримах. На самом деле достаточно плотная пленка, и окей, ладно, ножик вполне неплохо с этим справляется. Если честно, я даже не знаю, что туда положила Ника в принципе. Ника, никонька для тех, кто не в курсе, это девушка-стример, стримерша. Хотя мне не особо нравится такое понятие, но все же занимающаяся контентом по Варкрафту. И просто любящая общаться с публикой. Да, насколько она плотная, почему так? А, вот, я нашел ту точку, где она легко разрывается. Все, для меня дошло. Так, внутри коробка, я надеюсь, не с какой-либо бомбой на самом деле. Так, коробка с крышкой, поэтому стоит мне ее очень аккуратно открыть, перевернуть, а также не спалить лицевую часть пленки, потому что там адреса и все такое. Ну что ж. Как бы это сделать по-удобному. Если еще тут маленько. Вот, вот, теперь можно будет, я считаю, сделать все на высшем уровне. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Посылка весит килограмм девятьсот. Не девятьсот килограмм, а килограмм и девятьсот грамм. Так. Ага, коробочка из Икеа. Итак, окей, я справился. Вот она, Икеа. Пахнет достаточно вкусно, какими-то пряностями, духами, чем-то интересным. Ага. Кто-то будет толстеть. А что мы тут видим? Это баунс. Это шоколад марципан. Шоколад темный с начинкой. Это M&M's. Для чая. Ром, изюм, орех. А я видел, кстати, публикации такого шоколада в её дискорде, поэтому задумался, что, может быть, что-то это как-то уйдёт кому-то. Для уюта. Монитор, по-моему, слишком ярко, да, отсвечивает. Увы. Окей, я хочу, на самом деле, достаточно аккуратно вскрыть эту обёртку. Ну, допустим, это достаточно аккуратно. На самом деле, это вполне неплохо. Так. Мне не хочется ничего рвать из этого. Как-то разрывать прям сильно. Похоже, придётся. Ну, такая наклеечка классная. Окей, что же это может быть для уюта? Какая-то мягкая подушечка или что? Опа. Это осенние травы? Что это? Цветочная отдушка. Ааа, вот я и чувствовал, что чем-то пахнет какими-то пряностями. Точно. Окей. Пускай это будет лежать здесь. Хорошо. С этой обёрткой мы прощаемся на неопределённый срок. Идём дальше. Тук. Гринфилд. Это свеча или кружка? Не понимаю. Это свеча. Да, потому что вот фитилёк. Это аромасвечка. Ну, запах относительно нейтральный, на самом деле. Не люблю какие-то резкие запахи, если честно. Твикс. Несквик. Ну, я, деточка маленькая, люблю такое, да. Там письмо. Я его прочитаю в самый конец. Сердешко. Меня бесит этот отсвечивающий монитор, если честно. Нужно было другой ракурс съёмки взять. Ну, погнулся маленько, расплавился шоколад. Ну, ладно. Всё равно он вкусный, я это знаю прекрасно. Марс. Это... Так, там что-то есть. Это стопроцентно. Если это кружка, то я чувствую, что она маленько разбита. Я это уже чувствую. Ну, в принципе, суперклей решает все проблемы. Так что... Да, слышите, уже маленько так дребезжит. Чёрная кружка. Ну, со стилем. У меня компьютер чёрный, у меня монитор, клавиатура чёрная и системник. Вот. А обломанные части я обязательно склею. Ну, что ли? Потому что потому. Всё должно быть... Ой. Всё должно быть в целости и сохранности. Да, я кину эти части в кружечку, и пускай они там лежат. Потому что при 10 минутах свободного времени я обязательно займусь склейкой. Так, это сюда. Это обёртка. Вот, знаете, многие люди жалуются на то, что, видите ли, у меня смайлики некачественные, то, что их мало. На самом деле у меня нет фантазии, если честно. У этого человека фантазий до кучи. Это наклейки, которые... Не знаю даже, куда наклеить, скорее всего, потому что они слишком большие. Но они классные. Спасибо огромное. Так. Как-нибудь вот так бы их повешать, чтобы вы монитор-то светящийся не видели. Окей. Сделаем... Вот так. Тут письмо. Дорогой Максим, если ты читаешь это письмо, значит тебе пришёл наконец-то этот няш-бокс. И я этому очень рада. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. На самом деле, да, это верно, потому что этот няш-бокс, эта коробка должна была ещё в феврале отправиться ко мне. В итоге было решение перенести вручение мне этой коробки на апрель, в тот месяц, когда стартовал стримфест. Ну а в итоге сегодня сентябрь. Ладно. Я бы хотел о тебе поговорить за твою поддержку. Во-первых, спасибо, что ты остаёшься моим лисёнком уже больше года. Ну, лисёнок — это статус сабскраймера. Во-вторых, спасибо тебе за твои хосты, когда у меня ещё не было партнёрки. Да, это верно, в тот момент, когда она только начинала стримить, у меня уже было некоторое количество зрителей, около ста или ста пятидесяти. То есть я в тот момент фармил гарнизоны в Дреноре, и всё было классно. И спасибо за помощь в её получении. В-третьих, спасибо за помощь в игре под названием World of Warcraft. Правда, не всегда ты меня бустил. Иногда я бустила наши пати на топ-1.ру. Может быть, повторим в БФА. Ну, это, кстати, интересная такая задумка. В общем, спасибо за всё, что ты для меня делал. Сейчас я дописываю это письмо и понимаю, что у меня болит рука. Кажется, я разучилась писать на бумаге. Письмо написано с первого дубля. И несмотря на корявый почерк и помарки, я хочу отправить именно его, так как оно написано от души. Хотя, возможно, я передумаю, напишу его чисто, но тогда ты об этом не узнаешь. С любовью, от Ники. И сердечко в конце. Ну, я не скажу, что это корявый почерк, если честно. Оно, если сфокусируется, то, может быть, вы увидите. Да, нет, нет, да. Ой-ой-ой-ой. Ну, я думаю, вы увидели. Так. Это я оставлю. Это сохранится в историю. Так, а тут. Это мило. На самом деле, очень. Я человек относительно каменный, не могу показывать сильные эмоции, но на самом деле мне очень приятно. Спасибо огромное. Тебе же, дорогой зритель, спасибо огромное, что ты смотрел это видео до конца. Быть может, когда-нибудь у меня появятся аналогичные идеи касательно чего-нибудь такого глобального и элегантного при условии, что ты будешь смотреть мой YouTube-канал и Twitch. Вот так что, как-то так. А в эту коробочку, я думаю, можно будет сгрузить абсолютно все те обертки, которые были. Потому что, ну, они красивые. Они с таким каким-то, не знаю, зимним оттенком даже. Передаривать их кому-либо я, конечно, не буду. Потому что они были подарены мне, и мне очень приятно сохранить их как можно подольше. Да, надеюсь, с ними ничего не случится. Всякое может быть пожар, наводнение, землетрясение, да и все такое. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья. Как вы оцените этот бокс по 10-бальной шкале? Я, если честно, оценю его на 12. Ну, это мое мнение. Самое главное, что я вкусно покушаю, на самом деле. Спасибо огромное, Ника, тебе за такой презент и за чудесные наклеечки. Хотя я, конечно, еще не все даже с StreamFest потратил, но думаю, я найду им применение. Быть может, парочку наклеится на мой системный блок, который шумит. Берегите ноги. До скорого.